После просмотра вы перестанете выбрасывать апельсиновую кожуру. Мы любим апельсины за их фруктовую и витаминную природу, но не осознаем, что совершаем огромную ошибку, выбрасывая их кожуру. Оказывается, ее можно использовать столькими способами. Не пропустите забавный бонус в конце, ищите три лампочки, символы Эдми, которые мы спрятали в этом видео. Когда найдете их, не забудьте сообщить нам об этом в комментариях. Самодельная арома-свеча Ароматические свечи добавляют особую ароматную изюминку в ваш дом. Чтобы сделать такую свечу самому, разрежьте апельсин пополам. Осторожно удалите все содержимое, чтобы не повредить стержень. Затем заполните емкость из кожуры любым пищевым маслом по выбору. Используйте стержень как натуральный фитиль. Вуаля! Теперь ваш дом будет пахнуть апельсинами, и вы не потратите при этом ни копейки. Ах, романтика! Защитите свои растения. Апельсины могут пахнуть раем для вас, но точно не для ваших питомцев. Вы можете использовать этот секрет, чтобы защитить свои растения от зубов и когтей вашего кота. Просто протрите кожурой ваши любимые растения в горшках. Вашему пушистому другу не понравится масло, которое остается от кожуры, и он будет держаться подальше. Чтобы защитить уличные растения от вредителей, попробуйте раскидать по саду свежую апельсиновую кожуру. Она точно так же сотворит свою магию, держа всех нежелательных гостей-насекомых вдали от вашей зелени. Держите насекомых подальше. К счастью, апельсиновое масло действует как репеллент не только по отношению к котам, но и к насекомым. Комары, тараканы и другие жуки оставят вас в покое, если побрызгаться репеллентом из апельсиновой кожуры. Сделать его невероятно просто. Все, что вам нужно, это высушить немного кожуры, смешать ее с водой и хранить жидкость в бутылочке с распылителем, чтобы использовать при необходимости. Если у вас нет времени делать спрей, того же эффекта можно достичь, натеревшись апельсиновой кожурой. Отличный натуральный очиститель. Существует простой, дешевый и на 100% экологичный способ отмыть полы, окна и другие поверхности в вашем доме. Да, апельсиновая кожура правда может все это сделать. Просто добавьте небольшое количество в бутылку уксуса и поставьте в холодильник на несколько недель. Взбалтывайте смесь время от времени. Когда придет время, перелейте ее в бутылку с распылителем, чтобы легко использовать на любых поверхностях. Освежите свою посуду. Позаботьтесь о стаканах, вилках и ложках, избавив их от пятен от воды и мыльной пены. Наполните раковину теплой водой и положите туда немного апельсиновой кожуры. Дайте посуде полежать в апельсиновой ванне несколько минут. Вам понравится результат. Лимонная кислота смоет все пятна. Вы ищите лампочки? Они где-то здесь. Натуральная губка. Свежую апельсиновую кожуру можно использовать как натуральную губку, от которой поверхность становится чистой и сухой и приобретает приятный цитрусовый аромат. Попробуйте этот способ на поверхности плиты. Это может стать вашим маленьким секретом в ведении хозяйства. Домашний скраб для тела. Если вы ищите на 100% органический скраб для тела, почему бы не сделать его самому? Чтобы быть на 100% органически уверенным, заверните немного апельсиновой кожуры в марлю и крепко завяжите. Ее можно использовать как мочалку во время принятия душа. Если делать так регулярно, кожа гарантированно станет более упругой и яркой. Если вы предпочитаете ванну, душу, попробуйте перемолоть немного сушеной кожуры в кухонном комбайне и добавить ее в воду перед тем, как залезть в нее. Неплохое домашнее спа. Разведите костер. Апельсиновая кожура предлагает огненное решение для тех, кто любит походы, но у кого не получается разводить костер. Цитрусовая кожура подействует так же хорошо, как старые газеты или другие легковоспламеняющиеся материалы, если у вас нет их под рукой. Вы также можете попробовать использовать ее для камина, чтобы очистить дымоход от криозота и наполнить дом праздничным ароматом. Освежите мусорное ведро и неприятно пахнущий холодильник. Никому не нравится запах мусора. Это смесь вчерашнего обеда и сегодняшнего лука. Жуть! Избавьтесь от нее с помощью простой хитрости. Перед тем, как ставить мусорный пакет в ведро, положите на дно немного сушеной кожуры. В качестве альтернативы попробуйте натереть кожурой пакет, чтобы предотвратить распространение запаха. Ваш холодильник, надеюсь, пахнет не так сильно, как мусорное ведро. Но это все равно не аромат так ведь? Положите в емкость половину кожуры апельсина и соль и оставьте в холодильнике. Она будет впитывать запахи и добавит в холодильник цитрусовые нотки. Дезодорант для обуви. Неприятный запах ног может испортить красивый образ, над которым вы работали веками, и разрушить сделку или свидание. В том, что ноги неприятно пахнут, часто вина производителей обуви. Но вы же не объясните это партнерам по бизнесу. Вместо этого сохраните свою обувь свежей с помощью апельсиновой кожуры. Нарежьте ее небольшими кусочками и сделайте апельсиновое саше для каждой туфли. Кожура отлично впитает запах и сохранит вашу обувь свежей. Никаких больше неприятно пахнущих ног. Бонус – апельсиновая улыбка. Это применение апельсиновой кожуры не спасет ваше растение и не освежит дом, но точно сделает ваш день ярче. Покреативничайте с детьми или друзьями и устройте апельсиновую вечеринку. Съешьте фрукт и оставьте кожуру, чтобы вырезать несколько смешных безумных форм и засунуть их в рот. Теперь бродите вокруг, как апельсиновые монстры, пытаясь оставаться серьезными. Смотрите, кто первый разразится смехом. Вы пробовали какие-то из этих апельсиновых хитростей? Или у вас есть собственные? Не стесняйтесь делиться в комментариях. А еще дайте нам знать, если нашли лампочки. Если вам понравилось это видео, сообщите нам об этом с помощью специальной кнопки «Палец вверх». Если оно наберет 50 тысяч лайков, мы поделимся еще одним видео с крутыми идеями использования самых обычных вещей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить это и другие и грядущие обновления. Оставайтесь с нами на яркой стороне жизни!